Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Вопрос достаточно объёмный, но интересный. Очень часто включаю маленькую девочку при общении. Это защитная реакция или я настоящий 24-летний ребёнок? Шеребов Ивана свидания с парнем, ему 27. Он сказал, спросил, почему ведёшь себя как 18-летняя. У меня ни разу не было отношений, мне просто страшно. Я стесняюсь, встречаюсь за девочкой, не сучусь, смеюсь. Что мне делать? Чтобы стать нормальной и соответствовать своему возрасту. Поможет ли мне просто переспать с кем-то? Без любви, так сказать. Очень хочется интимных отношений. И когда я начинаю общение с парнями, если нравится, начинаю слертовать. Когда отвечаю заимностью, я сразу пугаюсь, затмикиваюсь, даю заднюю. Что мне делать? Хочется нормальных отношений, взрослых. Как научиться брать на себя ответственность? Стараюсь брать. После свидания на утро он написал, доброе утро. Я ответила, что соскучилась немного. Он написал, приезжай, я проигнорировала. Перевели на другую тему. Далее он спросил, снова увидимся. Я сказала, да. Он спросил, во сколько, чтобы я определилась. Я ответил. Я ответила. Потом он еще раз спросил, не лучше ли мне в его городе остаться. Мне застрое утром надо было быть в его городе по работе. Ну намек был, чтобы я переночевала у него. Ведь так? Я ответила, что планы поменялись, они и правда поменялись. Спросила, не хочет ли он у меня в городе погулять сегодня. Он в 30 километрах от меня живет. На что он ответил, давай на следующей неделе я занят сейчас. Я ответила наук, после чего пропала его под с аватарки в WhatsApp. Значит он удалил мой номер. Что это значит? Ну, что это значит, я думаю вы понимаете и так. Тут вам спросить бы себя. Ну вот. Относительно того, что это означает. Потому что вы общаетесь с этим человеком и соответственно вам и лучше знать, что это значит. Дальше. Значит давайте по важному тексту. Очень часто включаем маленькую девочку при общении. Ну что такое маленькая девочка? Начнем с этого. Маленькая девочка это некое ваше состояние, которое вы сами в себе осуждаете и сами в себе принижаете и обесцениваете. Потому что если мы не говорим, например, языком транзактного анализа, который оперирует как раз таки, такими понятиями как взрослый ребенок и родитель. То это определенное состояние, которое вы сами называете маленькой девочкой. Вот. Но как ни парадоксально, в этом состоянии как бы есть несколько моментов. Первый аспект это его ядро, а второй аспект это периферия. Так вот, если мы говорим про ядро этого состояния, то это определенные чувства ваши, определенные желания ваши. И они сочетаются с некоторыми вашими, вашими же потребностями. Некоторыми вашими, простите, ценностями, не потребностями, а ценностями, да? Вот. Например, одну из таких потребностей вы озвучили в своем тексте чуть дальше, это абсолютно нормальное желание. А периферия, в отличие от ядра, является, периферия этого состояния, является тем, как вы уже относитесь к этому состоянию, как вы относитесь к тому, как вы себя ведете. И, соответственно, это уже является тем самым аспектом, который определяет ваши отношения к тому, как вы себя ведете, в виде маленькой девочки. То есть, на самом деле, это состояние не маленькой девочки. На самом деле, это состояние, определенное ваше состояние, характеризующее о каких-то ваших переживаниях. Например, вы стесняетесь, но вы сами характеризуете это свое состояние, как состояние маленькой девочки. Вот. И, естественно, вы вкладываете, вероятно, в это название некоторую негативную энергию, некоторый негативный заряд. Вот. Что загребляет только лишь в данном случае? Ваше поведение. Потому что у него есть именно что заряд негативный. Ну, надо сказать, что и был бы позитивный заряд, вы бы тоже, как скорее всего, закрепляли бы. Но негативный заряд также достаточно легко помогает закреплению данного поведения. То есть, почему-то вы к тому, что стесняетесь, относитесь исключительно с позиции периферии, но не с позиции ядра. Ядро – это то, чего вы хотите, те ваши переживания, которые составляют основу для стеснения. Дальше. Это защитная реакция. Не факт. Не факт. То есть, да, как правило, то, что вы смеетесь, если человек смеется, как вы говорите, несет чушь, это, как правило, действительно защитная реакция. Но здесь есть ряд моментов. Дело в том, что, ну вот, например, я не могу полностью согласиться с тем, что смех – это защитная реакция. Мне кажется, что есть люди просто веселые. Есть люди, которые, вот, в принципе, в любой такой более-менее напряженной ситуации начинают смеяться и, вот, как вы говорите, несет чушь, но об этом мы еще поговорим. Вот. То есть, в принципе, это в пределах норм. Да? Это в пределах норм. Я не думаю, что это прям очень плохо. Вполне вероятно, что вы человек такой. Да? То есть, вы просто можете быть таким человеком, который, в принципе, любит поговорить и посмеяться. Вот. То есть, как бы, это не, как бы, показатель того, что вы маленькая девочка. Это не показатель того, что вы незрелая. Понимаете? Когда вы говорите, что вы маленькая девочка, вы называете себя незрелая. А это не показатель незрелосты, это не показатель инфраструктивности. И в какой-то степени это связано с тем, что у меня вообще к инфантильности некоторое такое отношение, я бы сказал, толерантное, терпимое, да, то есть опять же в инфантильности важен факт выбора. Дальше, или я настоящий 24-летний ребенок, нет, скорее всего ни то, ни другое не является вами настоящим, вы настоящая разная. Вы настоящая это та, кто может быть серьезный в определенный момент, и вы настоящая та, кто может быть вот такой, какой вы себя описываете в другие моменты. Поэтому говорить о том, какая вы настоящая в терминах статики, то есть чего-то статичного, не представляется возможно. Человек разный, тем более вы женщина, соответственно это к вам еще более применимо. Дальше. Вчера я была на свидании с парнем, ему два сына, он сказал, спросил, почему вы делаете себя как 16-летний. Ну, во-первых, во-первых, свидание с парнем, что за отношениями у вас с парнем. Давайте начнем сначала. Какие у вас отношения с мужчиной? Потому что, извините, подобный вопрос, ну, вообще-то не очень, не очень важный, вообще-то нарушает ваши личные границы. Как хочу себя, так веду, в чем проблема, да, это первое. Второе такое ощущение, что, ну, если есть время, если есть возможность и энергия для озвучивания такого вопроса, то, ну, как бы, вот не каждый вопрос, а что между вами вообще общего. Вот. И забегая чуть вперед, хочется сказать, что по вашему описанию, ну, как-то я не особо увидел, что у вас много общего. Вот. То есть, опять же, на каких основаниях вы строите отношения, что это за отношения, что вас связывает. Вот. Свидание, ну, как бы, свидание – это хорошо, с моей позиции, но свидание, мне кажется, хорошо, когда люди просто хотят побыть вместе, хотят пообщаться. Вот. Чтобы их никто там не отвлекал. А когда свидание используется как элемент знакомства, то есть, ну, когда свидание – это способ встретиться, условно говоря, ну, мне кажется, что здесь есть, так скажем, конфликтогенно уже среда. Вот. Потому что создаёт дополнительную нагрузку на восприятие, на ожидание от человека. Вот. И мне кажется, что подобное вообще ничем не оправданно. Вот. В принципе, ничем подобное не оправданно. Дальше. Ему 27. Какое значение для вас имеет возраст? Он спросил, почему ведёт себя как 16-летняя. Ну, опять же, повторюсь, да, здесь один контекст. Если он так спросил, ну, мне, лично мне, я реагирую на этот вопрос так, как будто бы вас не уважало. У меня ни разу не было отношения. Как вы к этому сами относитесь? Мне просто страшно. Чего? Я стесняюсь. Вы себя обесцениваете. Сыт – это обесценивание себя. Включается девочка не сущущими. Что-то вы пытаетесь скрыть. Что вы пытаетесь скрыть? Вот. Может быть, вы пытаетесь скрыть, что вы можете быть неинтересны? Ну, вот. Просто вы можете быть неинтересны мужчинам. Что мне делать, чтобы стать нормальным и соответственным возрастом? Все такое норма. То есть, как бы, все есть норма. Помоешь ли мне просто переспачки с кем-то? Вряд ли. Только если вы сознательно на это пойдёте, просто вам этого хочется. Но ничего вам это не даст. Очень хочется интимных отношений. Супер. Понимаю. На здоровье. Но, как бы, вам это ничего не даст. Не даст. Граничное общение с парнями. Если нравится начинается флирт. Вот, опять же, вы это делаете сознательно или нет? Флиртуйте, я имею ввиду. Когда ты у тебя займешься, я пугаюсь. Чего? Собереваюсь, спотникиваю, сдаю заднюю. Чего пугается? Что мне делать? Хочешь нормальных отношений взрослых. Знаете, вот в том, что вам хочется отношений, как это не печально, вы делаете следующее. Вы в том, что вам хочется отношений, забываете про самого человека. К сожалению. То есть, что это значит? Что это значит? Что? Когда вам хочется отношений, вы фиксируетесь на самих отношениях. Знаете? И пытаетесь их, эти отношения, привести к определенному знаменателю. То есть, пытаетесь, например, ну грубо говоря, грубо говоря, грубо говоря, пытаетесь их выстроить такими, какими вам хочется, чтобы они были, а не такими, какими вы можете их построить, будучи собой. В том же флирте, да, ничего плохого нет. Но, если вы флиртуете сознательно, если вы кайфуете от флирта, супер. Но не удивляйтесь, что мужчина будет воспринимать вас, как, скажем так, не очень серьезного человека, или человека, направленного исключительно на интимные отношения, без обязательств. Потому что флирт, он, в основном, про эбо. Вот. И дело здесь не то, что вы какая-то плохая и так далее, просто вот, в зависимости от того, какие элементы поведения вызывают у вас наслаждение, где вы чувствуете себя собой, так вас и будут воспринимать. Но это все индивидуально. С каждым человеком по-разному. Дальше. У взрослых отношений хочется, но опять же, что это такое? В данном случае вы говорите про концепцию, но не про возможность человека быть собой. Как научиться брать на себя ответственность? Смотрите на то, как вы относитесь. Смотрите на свое отношение. Вот как вы относитесь, например, к тому, что вас спросили про то, почему вы ведете себя как, как 16-летнего? Или сказали. Ну, как вы относитесь? Какое у вас к этому отношение? Какими чувствами вы на это откликнулись? Это и есть ответственность. Ответственность она не в том, чтобы выполнять обязанности по оплате счетов или обеспечению себя и своих близких. Нет. Ответственность она в том, чтобы замечать то, как вы относитесь ко всему, что происходит в вашей жизни и как вы с этим обращались. Дальше вы пишите. Стараюсь брать. В каким образом? Расскажите. Как? Так. После свидания на утро написал «Доброе утро» и я ответил, что заскучился немного. Но опять же, лично мне, лично мне, не буду скрывать, показалось это несколько странно. То, что вы написали, что заскучился. То есть, заскучиться можно по человеку, который уже вызывает определенную привязанность. Если у вас это было первое свидание и вы до этого вживую не встречались и не общались со студией по тому, как он удалился и между вами не возникло крепкого контакта. Ну, немного странно, что вы соскучились. Как бы в этом соскучилось, не было чего-то еще. Дальше. Ну, вот вы спросили, вы сказали «немного соскучился». То есть, что это значит? Понятно. Он написал «приезжай, я проигнорировал». Но опять же, да, вот вы проигнорировали. А что вы почувствовали? Почувствовали. Вот. То есть, вот когда вы проигнорировали, вот здесь как раз таки вы проявили безответственность. Не потому, что вы повели себя как маленькая, нет. Возможно, маленькая, то вы как раз бы отреагировали на это. А вы повели себя безответственно, потому что вы проигнорировали, то есть не выразили никак своего отношения к этому. Вот. И, по большому счету, здесь манипуляция. Вот. Здесь, здесь, эм… Вверение власти над своей жизнью другому человеку. Вот. И так далее. Да? И в то же время это все средство для обесценивания вас. Здесь. Дальше. Перевели на другую тему. Но опять же, кто перевел? Он или вы? Как вы к этому относитесь? Далее он спросил, снова увидимся. Я сказал, да. Хорошо. Вы сказали, да. И из какого чувства? Он спросил, во сколько, чтобы я определился и ответил. Я ответил, снова. Из какого чувства? Потом он еще раз спросил, лучше ли мне в его городе остаться? Мне завтра рано, надо быть в его городе, поработать. Ну и намек был, чтобы я переночинял. А ведь так неизвестно. Неизвестно. Но как вы сами к этому относитесь, к этому предложению? Как? Так. Вот что важно. Для кого-то это предложение было бы неприемлемо. А кто-то прям рад, прям в нормальном всём. Знаете, люди разные. Я ответил, что планы поменялись. Опять же, вы приложили ответственность. Даже если это правда, вы приложили ответственность. Вот. Сказали, что планы изменились, а я ни при чем. Я вообще ни на что не влияю. Они и правда поменялись, может быть, но повторюсь. Вы выбрали этим планам соответствовать. Спросил, не хочет ли он у меня в городе погулять сегодня. Из какого чувства? Выглядит просто это, как подачка. Типа, я к тебе не приеду, давай погуляем. Знаете, здесь нет чувств ваших. Нет сожалению, что вы не приедете к нему в город и так далее. Этого нет. И важно, чтобы вы увидели, а вы чувствуете это. Дальше. Так, он ответил, давай на следующей неделе, я занят сейчас. Ну, то есть, как бы, вот он почувствовал, да, что это такой, знаете, утешительный приз. И из-за не очень естественной коммуникации между вами. Я ответил, ок. И опять же, ок. А почувствовали вы что? Понимаете? Вот. 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 Такая история. Глобально мне кажется, что вам важно повзрослеть, для чего вы используете интимные отношения, просто отношения и так далее. Ну, это не научит вас относиться, это не научит вас относиться, не научит вас отношению, так скажем, к тем, собственно, событиям в вашей жизни, которые происходят. К тем моментам, которые в вашей жизни происходят, вас отношения не научат. У меня ощущение, что вы хотите именно отношения построить, а не создать контакт с человеком. Где и вам было бы хорошо и комфортно, где ему было бы хорошо и комфортно. Понимаете? Вот. Так что, вам бы немножко разграничить два этих момента. И, повторюсь, обращать внимание на ядро, а не на периферию. Периферия важна. Но, в данном случае, когда мы говорим про стеснение, речь идет именно про превалирование периферии над ядром. Вот. И в контексте стеснения я бы хотел, чтобы вы позамечали немного следующее. Когда вы себя сдерживаете, если сдерживаете в контакте с той же мамой. Подавляете недовольство, думаете над словами. Есть ли тема, на которой вам нельзя говорить и так далее. Вот эти все довольно болезненные вещи, которые вызывают у вас стыд. Стыд – это обращение на себя злости. Поэтому, важно работать именно с этим. И да, ваш образ, то, как вы сами о себе думаете, в результате этого начнет меняться. Потому что вы не будете такой, какой вы сейчас себя видите. Вы будете другой. И не всегда это, к сожалению, приятно. Но вы настоящая, не должна соответствовать той, как вы всегда видите. Потому что, как вы всегда видите – это концепция. Концепция реальности не соответствует. Вот. Как-то так. У вас, если и создается такое чувство, что вы маленькая девочка, то только в тех местах, где вы пропускаете свое отношение к чему-то. Понимаете? Где вы не уделяете этому внимания. Хотя это очень важно. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.